уже который раз на той ламс на той лам лапс этой лапс попадаю вот у меня назрела дилема девчонки вот если у кого-то есть такое желание возможность прям вот напишите как ну и что на самом деле чувствуете и как на самом деле было вот не как бы это красиво звучало как бы красиво смотрелась без вот это вот оглядки а что подумают и скажут другие люди большинство из вас даже не знают кто то есть у большинства непонятно даже что за аватарками сидит большинство батарками вот я хотела у вас узнать про рождение детей вот назрел такая тема назрел такой вопрос у меня вы когда ну рожали детей то есть рожали вы по какой причине вот у меня несколько версий до что большинство девушек но я могу конечно ошибаться большинство женщин а может быть и меньшинство женщин опять же я не знаю надо тоже среди своих знакомых подружек провести опрос они рожают ребенка потому что есть разные причины ну например взлетела есть причина например я вышла замуж и это как бы естественный хоть событий естественный ход вещей родить ребенка да было ли у вас вот прямо рожали либо ребенка прям вот отожгучего желания то есть у вас появилось желание я так хочу детей я прям не могу и так хочу ребенка то есть из какого состояния вы рожали своих детей вот и состояние что уже вроде бы пара там мы живем с мужем долго или что мы поженились и как бы ну все рожают и собственно говоря почему бы нет я рожу вот муж просит как вариант либо допустим я залетела мы не планировали но если вы так вот честно кто может скажите как 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 у вас этот вот процесс проходил мне даже интересно вот по статистике действительно ли так много женщин именно хотят детей что это осознанное их желание осознанный выбор это прям вот знаете такой включенный материнский инстинкт еще до рождения ребенка что вот я не могу я хочу ребенка а вот прямо и мамочек мамочка я встречала немного но именно в своем окружении в своей жизни вот которые действительно рожали детей причем их мало у меня таких знакомых которые рожали прям вот не один ребенок там два три не два даже в 14 она даже установляла детей вот ребенка усыновляла вот она говорит я мечтала с самого детства что у меня будет большая семья ты желала намечтала это но не была трагическая история в ее семье и она после этой ситуации решила что она хочет большую семью хочет много детей вот а у кого как вообще вот как у вас складывалось в жизни ну наверное это будет честно признаться мы там просто залетели вот просто я не хотела там встречалась кем-то залетели поженились или вот действительно там да я так хотела ребенка я вот мечтала о детях вот или мы там с мужем долго ждали нас не там долго не получалось вот у кого как вот кого как все мир на это единственный вопрос у меня мне последние дни наверно после какого 6 января уже 7 8 8 что ли у нас не может не в бане собирался ну круче будет доставка вот у меня муж занимался ой собирался в баню что-то него все не получается потом хотела сегодня забрать заказ фаберлика даже что-то мне из головы выпало что они работают что сегодня суббота не работаю до четырех я вообще вне запуталась мужа кстати завтра выходной вот куда нибудь наверно пойдем я хочу знаете заглянуть секонд кто-то ржал над тем что после замужества я началась там одеваться в секунде или муж меня начал одевать в секунде вот мне сама по приколу я хотя не особо люблю его знаете больше у меня как расширение такое сознание происходит я большую часть жизни вообще терпеть не могла одевать за кем-то вещи чьи-то чужие вещи если раньше вот помните еще такую подростковый период когда ты там с девчонками менялась вещами у нас это было сильно распространено а я так не хотела не одевать чужие вещи мне нафиг не нужны были чужие вещи хотя мне одежда была она мало и мне не хотел свои вещи отдавать то есть мне такой был пунктик какой-то очень серьезный такую основательный я один раз как-то отдала платье нас общая компания была наташка фамилию не помню я знаю только ее сейчас такую фамилию замужнюю и она мне платье прожигла мое классное платье и еще я больше утвердилась после этого что я не хочу никому ничего давать и не хочу ничего брать ничего носить это как к чужая какая-то энергетика но вы знаете как-то в этом году мне игры у меня муж расширитель сознания можно сказать то есть знаете у нас есть какие-то принципы установки такие на жизнь очень жесткие и это когда начинаешь там жить с другим человеком у тебя вот эти вот границы твоего сознания не расширяются блин а можно как-то ибо иначе по-другому блин нифига себе как бывает в жизни да это я сейчас не только про вещи и в секунде реально можно найти какие-то шмотки там действительно есть поношенные и есть вещи новые новые там сберка мы по ним видно что они там не ношеные вот но все таки вы знаете о прошлом году купила пару вещей ношенных и вот я реально вот чувствую эту энергетику чьих-то вещей прям и от этого мне как-то не очень хорошо то есть это те вещи которые у меня лежат я может быть их там разочек два отдела и все я их даже не могу одевать вот но в секунде можно найти хорошие новые вещи просто по каким-то символическим ценам это 200 рублей это 100 рублей в прошлом году я турецкую классную кофточку которую меня спрашивали такая на плечиках классное туреческое качество белая с звездочками всего лишь по 100 за 100 рублей мы брали мы хотим завтра сможем съездить и посмотреть что там есть там как раз будет распродажи по моему все по 250 все по 175 а потом на следующей неделе я в субботу следующую субботу там последние дни будет распродажи все по 100 все по 50 мне даже по приколу купить и потом может быть снять вам видео вот я даже для видео это беру может быть у вас тоже знаете какое расширение такой границ произойдет и вы такие скажете нифига себе блин а можно же как-то в фаберлик но по-другому не как я привык там жить и можно иначе фаберлик допустим а бывает распродажи я ухватила две классные юбки по 300 рублей крутые 1 animal style animal стиле вы я выкладывала я кстати сейчас в инстаграме иногда периодически активненько там себя проявляю вот и выкладывала юбку в animal стиле классная классная юбка такая очень классно смотрится знаете если любую вещи обыграть и если в принципе фигура такая неплохая то любая даже дешевая вещь будет смотреть очень даже хорошо и я знать я вообще не любитель тратить деньги на шмотки но я вот такой человек не люблю я мне жалко почему-то я считаю что он не может вещь там стоит 100 200 тысяч это просто переплата за бренд не я не хочу как бы годы своей жизни потратить на то чтобы этом зарабатывать деньги на шмотки мне нравится вот в том режиме в котором лайтовыми я сейчас живу да мне не хочется больше прилагать усилий больше тратить энергии там я не знаю чего еще времени своего на то чтобы заработать на очередную шмотку я очень просто проще отношусь к вещам вы знаете на такой степени что вот у меня есть знакомая тоже интересная такая история классная если вообще так рассказать можно книгу писать это знаете онлайн знакомства на протяжении уже наверное десяти как бы не больше лет то есть мы с ней созваниваемся иногда там она вещи для моих подружек передает она звонит не иногда по каким-то вопросам я звоню по каким-то вопросам потому что она врач с медицинским образованием детский врач не анатолог вот и она мне вот сегодня передала сумку сумку то ли мама ей отдала то ли маме подарили то ли ей подарила мама вот она горит я ее не ношу его давай когда я возьму вот сумка классная такая театрально я видела эту сумку классная театральная сумочка такая как со стразиками не со стразиками но почему бы и нет то есть я мне как тут этот зашоренность плане вещей знаете вот это вот такая горделивость что у блины там я недостойная чьих там вещей меня куда-то так немножко подпропала вот наверное просто это более еще более простое отношение к жизни проще стало относиться то есть я могу себе позволить купить как дорогую вещь так в принципе могу себе позволить и и взять у кого-то вещь ношеная что-то поносить имя не будет где-то червячок какой-нибудь эгоистичными такое эго да такое гордо человечек такой не будет блин ну как это недостойно меня или потому что такое вот как и так два дня я последних дома просто чуть сейчас закинула машинку стираю прохожу кое-какой марафончик да ничего не зарекаясь и как говорится где пак чё про марафон я как-то на паузу поставила но все равно хочу его пройти но два марафона совмещать я поняла что это невозможно сегодня книжечку почитаю а вот вообще получилось так интересно захотелось не вот поговорить сегодня так интересно получилось мы сегодня сможем проснулись от криков за окном женщина какая-то посылала на три буквы мужика вот и мы читать этого сможем проснулись и 4 стали разговаривать 5 утра представляете 5 утра два человека проснулись так хорошо поболтали вот очень нужно было разобрать мы на днях поконфликтовали вот да мы ругаемся как обычные нормальные люди вот ругаемся выясняем отношения вот у каждого естественно свои есть тараканы у всех есть свои жизненные какие-то установки принципы и знаете это как муж говорит как будто берешь такое кустиста и дерево и такое как этим бензопилой такой обтесываешь друг друга вот и мы что-то как-то встали и он говорит а я накануне с ним хотела поговорить это как он пришел уставший с работы еще накануне он плохо спал у него что-то бессонница началась он в 4 встал и больше не спала утром на работу и потом ну то есть короче на он говорит давай потом поговорим и вот мы ночью 5 часов проснулись он горит и там хотела сказать там кое-чего а я вы знаете как стала вам на заметку сейчас тоже дам такие может быть рекомендации по семейной жизни это как вот знаете как как вести себя конфликтных ситуациях и даже не то чтобы как вести себя конфликтных ситуациях а как из них выходить вот я вам с вами буду делиться своими секретиками и еще такой момент возможно когда-нибудь создал марафон а это будет вообще жутком не все зуба застрела жутко прикольно и интересно такая противница марафонов создала свой какой-то марафон вот и суть состоит авто выхода такого из конфликта более грамотного более скажем так конструктивного во первых я заметила что я перестала обижаться то есть я не впадаю в состоянии обиду надолго это вот свои замечания знаете такую прослеживаю как я трансформируюсь на протяжении этом семейной жизни то есть я перестала обижаться знаете как это я поймала себе я же говорила вам что последние наверное неделю до нового года я себя поймал на мысли что все классно все так как должно быть и так хорошо было и очень какое-то состояние полного счастья полного удовлетворения жизнью было и как-то я знаете даже проснулась и такого чувства в кровати в полудремном таком состоянии еще что как круто я лежу в постели и так хорошо и я так благодарна богу что я лежу под теплым одеялом в квартире и у меня есть крыша над головой ты знать это чувство такое не от ума а ты сидишь там как раньше там у меня была практика я писала книгу благодарности вела то есть пять благодарности нужно писать в конце дня вот а я прям прочувствовала это эмоционально ну то есть это не было от ума это я не писала и к этому не готовилась а это было состоянием души то есть ты вот лежишь я лежала в кровати и просто проснулась солнце било в окно щекотали меня лучики солнце где-то там мое тело я была накрыта одеяло и мне такое было ощущение кайфовой просто за непередаваемо это нужно прочувствовать вот и я как-то ловилась а последнюю это уже две недели получается неделю до нового года и неделю сейчас у нас сегодня 8 число 8 января я себя ловила на мысли что ну классно здесь и сейчас круто именно момент здесь и сейчас и крут момент и рекламная пауза мы секрет ушла чайок надо сделать чек сестра вино и пьем короче это состояние быть счастливым или несчастливым ты выбираешь сам если допустим вы поругались можем ты выбираешь неважно с кем вы поругались или случилось что-то ты выбираешь насколько глубоко тебе впадать состояние обиды раздражения злости неадекватности либо пребывать состояние счастья то есть я выбрал состояние счастья я хочу быть счастливой я хочу находиться в состоянии счастья как можно дольше тем более и вот еще такой моментик выхода из конфликтов то есть понять так нужно переключаться то есть если бы прошел какой-то конфликт там скандал хорошо я беру отношения именно отношения муж жена там мужчина женщина я выбираю я хочу быть счастливой я не хочу зависеть я не хочу что мое настроение зависело от какой-то ситуации в жизни потому что она сегодня есть через там через день ее нету это первое во вторых чтобы снизить градус напряженности в подачи информации ну то есть если говорить проще чтобы не наорать на мужа да и не высказать все это в агрессивной форме претензионный вот хотя мы уже как бы по скандалили до переспали с этой мыслью с утра я встала поняла я не хочу быть несчастная хочу быть счастливой а не хочу долго переваривать эту тему в голове я хочу дальше заниматься своими делами жизнь уникально удивительно вообще прекрасно и я не хочу ну как бы свое внимание свою энергию оттягивать на этот конфликт я хочу дальше заниматься своими классными делами а вот у меня очень много идей прикольных всяких крутых и я хочу этому посвящать жизни не хочу посвящать жизнь какой-то херни вот и поэтому я решила на листочек выписать то есть сейчас практикуя на листочек прямо выписываю что меня не устраивает у нас была какая-то ситуация я стала себя анализировать то есть я проанализировала почему у меня была такая реакция на все это я себе выписала что этому предшествовало то есть почему как прелюдия дай почему у меня была такая в принципе на вполне себе такую ситуацию не из ряда вон выходящий у меня была какая-то очень бурная реакция и я себе выписала что этому предшествовало так вот это вот его поведение там там за два дня накопила во мне напряжение там вот это вот его черта характера усугубило это напряжение там и вот это вот я расписал расписал так как я понимаю что муж мне не дебил сегодня с утра 5 утра сказала вот это у нас очень классно то есть мы с ним разговариваем это вот наверное самое крутое я не говорю девчонки я не буду говорить вам за не знаю за всю жизнь будем ли с ним там кто-то может сказать вы сейчас пока просто у вас там я не знаю конкретно букетный период вы еще недолго живете вот проживете там пять лет на вас и посмотрим я не знаю что будет через пять через десять лет там через двадцать лет я живу вот сейчас в этом промежутке никто от нас ничего не застрахован и никто не знает что нас ждет впереди я исхожу из состояния здесь и сейчас и вот я ему вчера сказала я понимаю что ты меня не дебил у меня муж ну реально не дебил он у меня очень пластичный то есть он адекватно у меня если ему что-то объяснить то есть знаете категория такая мужчин женщин им скажешь допустим дай ну хотя у меня в принципе такого не было они а ну они за ним хоть и глаза короче все божья роса они даже не понимают о чем ты ему говоришь у меня муж очень адекватный рассудительный ему можно объяснить даже если он восприметит это в штыки хотя это редко бывает пройдет какое-то время и но как бы он догоняет или может он сразу услышать тебя то есть этот человек слышащий то есть вот в с этим не повезло то есть такой знаете в плюсик такой с этим не повезло то есть он у меня очень адекватный если ему что-то говоришь он на пластичный то есть он может услышать другую точку зрения и может принять что человек думает по-другому и что возможно его где-то действия могли привести к этому то есть он не какой-то метод я вам говорю ты мне не дебил как бы я принципе понимаю я знаю его уже то есть я его немножко изучила я понимаю что а если я ему расскажу доходчиво развернуто без эмоционально более логично то он меня поймет он не поймет и он признает где-то в свою ошибку скажет да я здесь был неправ и он на вчера и сегодня в час сегодня вчера но сегодня встали и в пять утра и я ему прямо так рассказала я говорю вот почему я так среагировала потому что там два дня произошло вот это вот накопилось напряжение и вы знаете и конфликты они даже к хороши тем что а то что это всплеск то есть вы можете даже что-то много плюсов в конфликтов то есть не воспринимайте это как вы не что такое что-то ужасно произошедшая вашей жизни но опять же конфликту rowdy можно это воспринимать ну как бы плюс конфликта в чем вы допустим у вас напряжение какой то есть но муж там где-то бросил носки, вы ему где-то не сказали, не проговорили, но у вас где-то это отложилось пунктиком, да, таким каким-то напряжением, а потом еще что-то сделал напряжение, еще что-то сделал напряжение, 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 оно скопилось, скопилось, скопилось вот это вот напряжение, да, и вот, допустим, если вы не сказали, не проговорили это через язык, через рот, то потом уже какая-то мелочь или не мелочь, она просто, не знаю, вот это все напряжение, которое скопилось у вас на протяжении там нескольких дней, недель, месяцев, оно просто вылилось через этот конфликт. И какие-то вещи непроговоренные, которые вы стеснялись сказать, не могли сказать, не знали, что о вас скажут, как он о вас подумает, просто что-то в суете такой домашней, в быту в каком-то вы просто, опять же, там проще вам было сделать самой, не попросили, не сказали, ну короче, вот это копилось-копилось, это опять же про то же самое напряжение. И потом все это вылилось в конфликте, то есть это как выброс такой эмоций, такой, знаете, сильный выброс эмоций, сброс напряжения, сброс напряжения, я бы так назвала. И в этом есть конструктив, то есть можно в конфликте найти конструктив что вы во-первых сбросили напряжение выпустила в в агрессивной форме но все-таки высказали все что вы хотели вот но потом вот для себя я пишу листой на листочка выписала чтобы у меня чтобы когда ему рассказывала не в голове это перемалывать себе а я и он сделал так а я ему ответила так или он сделал вот это вот поэтому я вот так вот отреагировал то есть нас постоянно часто бывает внутренний диалог а я сейчас этот внутренний диалог переношу на бумагу и потом уже выдаю ему готовую форму у меня все структурировано так по порядочку я ему рассказываю вот это вот к этому привело это к этому это к этому этому к этому вот ну и вообще есть знаете такая структура техника ведения диалога мне как-то дала подружку но я сейчас есть честно не помню сначала поблагодарить потом поблагодарить человека за что-то потом сказать но опять же должно ваши монолог он должен быть про ваши чувства то есть я себя чувствовала так то так то не ты козел ты делал вот это вот а я но я пока сюда до этого не дошла до такой совершенной формы высказывания своих претензий вот поэтому но я мог сказала потом в конце что я понимаю ты мне об этом у тебя классная черта ты мне там не дебил ты все прекрасно понимаешь я знаю что я тебе вот это вот расскажу что это не останется без внимания и что ты там примешь это нас на вооружение и ты следующий раз там ну даже мне не надо было говорить он уже вечером позвонил еще накануне и вот уже я вижу по нему что он понял чё я хотела до него донести просто в такой в неадекватной форме в грубой в эмоциональном не нет бы от не в не в неадекватной а в эмоциональной форме в гипер эмоциональной а так я гибер эмоционально как блиновская скала мне спектр эмоций очень большой вот поэтому короче блиновск можно разобрать на цитата я теперь буду это в каких-то ситуациях и это знаете вот еще право марафон блиновских мимо про марафон на простовое интервью блиновская хотела сказать немножко не то чтобы в защиту но почему многих людей это зацепило то есть почему многие люди так очень ну я тоже отследила у себя момента почему мне это зацепило но одна из причин я сегодня думала почему нет до сих пор это не отпускает почему я об этом думаю. Ну, я думаю, наверное, не от самой Блиновской, а вот эта вот ситуация и вот это интервью она триггернула какие-то моменты в моей жизни, в жизни других людей. Например, да, наверное, мне в какой-то степени обидно то, что и может кто-то даже скажет завидно, что, ну, наверное, больше обидно, что мир какой-то у нас сейчас стал перевёртыш. Профессора, да, которые получают образование, там, учатся по 7 лет, медики, делают сложнейшие операции, получают, ну, я не знаю, сколько в регионах, в Москве может быть 100-200 тысяч. Ну, хорошо, что есть сейчас не откаты, а какая-то помощь, благодарность пациентов и, может быть, это вываливается в более гораздо больше деньги, но сам факт, что люди реально впахивают. Впахивают врачи, впахивают учителя, впахивают не меньше работают, чем Блиновская. Вот прям 100%. Но вот это вот жило, знаете, золотая жила инфобизнес, вот эти вот инфокурсы, они дают гораздо больше заработки инстаграмщикам, и вот это людям, которые делают эти курсы, эти марафоны, да, иногда взятые на пустом месте. Это как некий пересказ такой, не извиняюсь. они получают, я не знаю, раз в 100, в 1000 раз, иногда и в миллион раз больше, чем люди, которые, ну, заслужили не меньше этого. То есть какая-то некая такая несправедливость ощущается. И вот у меня тоже это триггерит. и не могут все пойти, знаете, в блогерство. У нас должны быть и слесари, и сантехники. И вот это, знаете, вот какой-то перекос очень большой в оплате труда, вот какой-то такой очень сильный разрыв. Вот, меня это беспокоило. Меня это бесит, вот. И, ну, не знаю, что... Ну, есть еще какие-то моменты, наверное, которые, да, мне триггернули. Вот, но это уже мое личное дело. То есть каждый, наверное, должен задуматься, почему меня это волнует, почему меня эта ситуация... Ну, если вдруг кого-то из вас действительно это волнует, может быть, кому-то нахер это Блиновская, не нужна ее интервью. Вот, почему это волнует меня, почему меня так сильно здесь задело. Вот, как-то вот в себе это повод самокопания в себе. Вот, скажем так. И в этом, наверное, плюс. Вот это интервью во многих подняло... Подняло, ну, много говна подняло, много стали, что писать такого. Но редко кто начинает смотреть в глубину, в себя заглядывать. А почему это меня так тронуло там, почему это вот... Вот, понимаете, да? Даже я вчера с психологом разговаривала, я давно эту фишечку уже знаю. Она говорит, если тебя что-то задевает другому человеку, какое-то качество, то либо это есть в тебе, вот. Второе я не помню, по-моему. Либо это есть тебе, и это тебя задевает, либо, по-моему, нет принятия. принятия вообще в жизни другого человека, поступков другого человека и так далее. Вот такие вот дела. Девчоночки. Наверное, все, мне нечего сказать. Стираю я сегодня. Я люблю... Я вообще кайфушница дома. Я очень люблю дом, я очень люблю семью, я очень семейный человек, я считаю. Не знаю, люблю свою семью, люблю мужа, я реально понимаю, что люблю мужа. Люблю себя, люблю родителей, люблю жизнь, которая у меня есть. Реально получаю удовольствие от того, что я делаю. Как-то перестало гнаться у меня... А, еще, знаете, мне что, наверное, помогло? Я же вам, помните, говорила, что я пью вот эти вот витамины. Магния. Я пила еще Теннатен. У меня был просто стрессовый такой какой-то напряжение очень большое. Я начала пить Теннатен. Я его бросила, что-то начала пить, потом забросила его, а вот это я продолжаю пить Магнию. И у меня почему-то есть такое предположение, что он... Даже муж заметил, что ты стала более спокойной. Более спокойной. Более спокойной. Вот я стала. Вот такие дела. Сегодня буду вот проходить марафон. Почитать хочу книжку Лавр все-таки. Все, мне до нее никак руки не дойдут. Время уже час, начало второго. Очень время быстро летит. Еще, знаете, очень жалею о том, что я сегодня вот встала в пять, могла бы, в принципе, не ложиться. Когда ты встаешь рано, я очень скучаю по этому времени, но так как я ложусь сейчас поздно, и поэтому я буду не досыпать, если я буду вставать рано. У меня немножко сбился режим. И тогда встаешь рано, у тебя вообще по-другому день складывается, ты по-другому ощущаешь себя, ты лучше высыпаешься, у тебя какая-то жизненная энергия появляется, ты, я, больше успеваю как-то. И вот я хочу опять вернуться к этому режиму. Но мне сейчас с трудом получается, потому что немножко сбился опять же режим, говорю, и мне надо как-то его восстановить. Хочу печеньки какие-нибудь попечь, уже соскучилась по выпечке. Но так как я снимаю, и мне, знаете, такое напряжение почему-то стало возникать. Блин, это снять, снимать опять надо, это опять все монтировать надо. И не лучше ли отложить приготовление печенек на какое-нибудь другое время. Тоже мне не нравится вот эта история. Надо это. Хотя рецептики есть. Вон книга есть, рецептики, рождественские печенья, и даже сливочное масло есть, и даже все на печенье есть. Может быть, сейчас и заделаю, заделаю их. Не знаю. Вот. Короче, как так, уже на полчаса вам наболтала. Все, ладненько. Всем до новых встреч. Обязательно оценить это видео как-нибудь лайком, дизлайком, хотя они сейчас не фиксируются, какой-нибудь цветочком, каким-нибудь в комментарии, ну, чтобы говорить какая-то реакция. Для меня это очень ценно, это как некий такой, не знаю, презент, если вам было это полезно видео, как-то, это как некая такая вот копилочка, знаете, обмен энергии, вот, обмен энергии. Мы же хотим там, я не знаю, муж что-то сделать, а муж там нам что-то в обратное сделать, там еще что-то, ну, то есть, чтобы обмен какой-то происходил, а не таки, игра в одни ворота. Есть у меня, кстати, очень много, не очень много, а Елена Харина, если не ошибаюсь, она с тремя звездочками, есть очень такие, ну, преданные, активные, и я безумно благодарна этим людям, вот этим моим зрительницам, прям вот очень, потому что как-то находит время, пишут какие-то комментарии, для меня реально ценно и важно это. Все, ладно, всем пока-пока.